Всем привет! Меня зовут Елена. Добро пожаловать на мой канал о разных уголках Грузии и Тбилиси. Сегодня приглашаю вас на прогулку по городу Мцхета, по древней столице Грузии. Немножко погуляем, посмотрим, сколько туристов сейчас есть в Мцхете. И сколько стоит прогулка на катерке в пункт Квари. Всем приятного просмотра! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Сегодня мы просто прогуляемся по улицам Мцхеты и посмотрим по сторонам. Это будет легкая прогулка. Привходим в Мцхету с парковки, нас встречают торговые ряды. Вот так охлаждаются в ресторане, охлаждают воздух. Но когда там сидишь, все это на себя льется часто. Вот новый магазин открылся с украшениями. Сувенерчики. Бабочки. О, они продаются. Тут 25 лари, 40, 35. Смотри, ребята. Это натуральный ревер, а это не ревер. Это не ревер. Это не ревер. Здесь минимум нужно отценить оранжев. Это уже мягче. А вот это игрушки из шерсти, ручной работы. И носочки шерстяные из натуральной шерсти. Игрушки нашей работы. Это сувенирные рога. А здесь мед. И тоже уже рога вот такие интересные. Претеные сумочки. Сумки стоят 150 лари, а в городе такие можно найти за 40. Чача. С какой-то травой. Коньяк. Бутылка с чачей, где была зеленая трава. Это лимон и... Что? А, тархун. Лимон и тархун. Дегустация стоит 100 грамм 3 лари. Мы идем к месту, так называемому мини-причалу, откуда осуществляется катание на лодках пункт Квари. Смотрите, какие красивые и уютные улочки. Вот дерево стакемали. Сколько плодов вообще. Посмотрите, какой виноград. Целый домик. Мы вышли на берег от Квари. Один час вот на этой лодке стоит 150 лари. Не на этой, но на другой. Но это сути не меняет. Это мне кажется круто. А в Тбилиси сколько? 25. Не знаю, сколько сейчас стоит. Смотрите, с Джвари. Со стороны Мцхеты. Воды сейчас. Очень много, я бы сказала. Красиво. Это дерево, где растет королек. Вот он сейчас здесь зеленый такой. Перед нами светит Сховели. Сейчас времени около шести туристов. Я смотрю, здесь не очень много. Утром что ли приезжают больше. Да, хорошо. Конечно. Как это? Ну, в принципе. Винное! Винное. Я иду. А. Наком addition. Ну, я ходю в воду. Да, я не думаю, в воду. Ты что, я не могу, не могу, не могу. Чего там? Конечно. Это шанс. О, воробей ест черт-черчхелла всех видов. Цен нет. Смотрите, сколько теперь здесь стало стоять машин. А было нельзя. Моя оценка мороженому из вина на троечку. Потому что это просто замороженный лед со вкусом вина, который, в общем-то, и не прослеживается. Но 5 ларей, конечно, это не стоит. Какой дом большой, красивый. Вообще, цены на цхите зашкаливают на все. Красивые дома. Во многих сдаются комнаты или вообще переделаны в гостинице. Смотрите, как красиво с этой улицы видно Джвари. Здесь стены. И купол храма. Растет инжир зеленый, который дает два урожая за лето. Смотрите, какое красивое кафе. Так как называется Орнамент Экспресси Кафе и ресторан. Как красиво все оформлено. И никого нет. Банановые пальмы. Посмотрите, виноград. Сколько их много висит. На одной грозде виноградин сколько много. В этом году, видимо, будет урожай. Обошли монастырь. Храм. Навернее сказать. На всех деревьях растут фрукты. А вот группа туристов. Это главные ворота в храм. Но в этот раз мы туда не пойдем. У меня на канале есть несколько видео про двор, про храм. Можете посмотреть. Ссылки оставлю в описании. Ну, это вот здание современное. Его строили в 2010 году. Тоже я как-то вставляла в видеокадры о его строительстве. Там сейчас винный магазин, а здесь туристическое агентство, по-моему. Здесь агентство, а вот там винный магазин, где столбы. А здесь можно сфотографироваться. Здесь тоже торговые ряды. Разные кафе, рестораны. Интересно, что теперь здесь стоят машины. Как бы все закрыто. Въезд на улице закрыт, а машины стоят много. Раньше здесь вообще нельзя было ставить машины. Только пешая зона. Пешая зона. Так. Сейчас тяга. Какая. Слюска. Ковры, тоже новые ковры Не знаю, сейчас они, наверное, не ручной работают Туристов в Мцхете было как-то очень мало Скорее всего, больше сейчас летом отдыхают на море в Батуми На этом наша прогулка по Мцхете подходит к концу Всем спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok